Сегодня исполняется 80 лет с дня рождения легендарного кинорежиссера Виктора Турова. В Минске пройдет вечер памяти и будет открыт мемориальный знак в честь мастера. Туров вошел в список 50 известных кинематографистов мира за свои картины, посвященные Великой Отечественной войне. Одна из самых знаменитых – экранизация трилогии «Мележа» «Полецкая хроника». Через историю создания ленты и историю режиссера попыталась увидеть Наталья Бородиловская. У национальной киноэпопеи про белорусов Виктор Туру объединял актеров из Минска, Москвы, Витебска и Питера. И не от того, что тогда их национально не подделяли. Як и теперь – головная умова – выход на союзный экран. И люди на болоте стали киностартом для молодых Дмитрая Харацьяна, Марина Яковлевой, Бориса Няузорова. На головную мужчинскую роль у мастера Дамжерацы, что на Витебсчине, приехал и Александр Галибин из Ленфильма. Але гостю снявыня, что не спадабалася у бытовых умовах. Крази кажучи, Ренисой, Галибина отправляют в Москву, а тут везут нашу казучицу Юру. Галибина же приехал вздыматься с костюмом, но я не хочу, я не ведаю, это актора, когда-нибудь бачу, но казучица, он так на своем месте, не таки чудовный Василь. Татьяна Мархель, чей голос и увогулит и паша асоциируется с народной песней, у першыню заспевала у киностушцы Турова. Две песни на музыку Олега Янченки писали 8 годин. Дякуючи поспеху у людях на болоте, потом драматычная актриса выйдя на сцену Великой залы Московской консерватории, где пасажами беларуской песни уразить самого Альфреда Шнитке. Для Турова заусёды был важный голос. Так у Марии Захаревич невеликая роля, але у Мележевской хроницы актриса огучила шмат инших персонажей. Что значили для нас вот эти дубляжи огучивания, кроме съемок? Какое это было единение актеров? Понимаешь, як мы сустракалися, могли побачить один на ногу. Я у него огучивала по две, а инший раз по три роли в фильме. Вот так я мне доверял. А озвучить роль, это значит зарабить роль. Беларускую самобытность в фильме Туру показал Вачима Дмитрия Зайцева. Про этого кинооператора по сегодняшний день говорить, не водного за лишнего кадра. Характеризующий момент, початок с дыма, кж него. Але Зайцеву просить перепонять працу, бо жито ясчэ не саспела. Потребна дожакаться належного колеру. Вось такая тонкость. Стушку, якая показала характер беларусов у выпрабавальные часы, минская публика усприняла холодно. Зато на всесоюзном кинофестывале у Таллине люди на болоте взяли головный прыс и диплом сирот мастацких фильмов. Туров был тогда еще. Был из тех людей, которые тоже говорили, мы не можем не делать мележа, мы не можем не делать через кладуще, мы не можем делать эродин из детства. То, что касается, не будем говорить, малой родины. Сегодня вот именно Турова очень не хватает. Выпускник у Сиросийского института кинематографии народный артист СССР Виктор Туров знял больше за 20 киностужек, а ле минавитое экранизации мележа на початку 80-х режиссер запомнился с участником и нащадком. Наталья Борделовская, Владимир Тиханович и Виктор Шпак. Агентство Телиновин. Редактор субтитров А.Семкин